Здравствуйте, мои дорогие зрители! Смотрим Суприм Коммандер! Очень интересная карта сегодня зелёная, с речкой, то есть, по идее, здесь можно использовать флот. Стратежно даже! По центру стоит кораблик, его можно разобрать на ресурсы. Очень красиво выглядит, эонский, такой округленький, с некими окнами горящими. Я не знаю, ну зачем они там горят, для интерьера, видимо, для дизайна. И смотрите, снизу у нас есть король Суприм Коммандера. Сид, но у него никнейм другой, мне кажется, это скандал, дорогие друзья. Да, он слейв теперь почему-то, то есть, раб. Ну, не смотрите, что он так быстро всё строит, он, конечно, шустрый, да, но это потому, что ускоренное начало игры, чтобы они быстро там прошли куда надо, и начался замес. Так вот, Сид, почему он слейв? Я не знаю, он раб какой-то. Может, на стримах он же стримит, на стримах, может, ему задоначили, то есть, получается, его купили, что ли, или его как-то поработили. То есть, мне кажется, это стоит подробного изучения. Так, положите, сверху-то сверху на них, на нижних полетели уже первые бомберы от Бордового. Это FFF из клана Лорд 1703-го. Неплохо, ну-ка, неужели три, три, нет, два, два, да, три, нет, два, один инженер выжил на едином пунктике, на одном пунктике, он такой, у меня был один пунктик, но три пунктика. Кстати, три киллса у этого бомбера, что-то он ещё забрал, он что-то ещё забрал, а, вот он, вот этот, вот этот, вот этот. Ещё бомбы, ё-моё, какой же налёт с самого начала игры, причём ещё и на Сида, на Раба, извините, на Раба. Так вот, вот этот зелёный Сид, 2500 рейтинга, гигантский. А-а-а, и мы видим, смотрите, у него в команде розовый, вот он, Слейв Лорд, Властелин Рабов, 900 рейтинга, из клана 0 IQ, розового цвета. То есть, может быть, что-то женоподобное, может быть, это Фембой какой-то, и Сид, наконец-таки, так сказать, поддался своим внутренним, а, эксцессам. Я не знаю, ребят, ну, жёстко, как, ну, смотрите, Слейв Лорд, и Сид, его Раб, как бы, и Сид играет, по сути, он его сейчас поддержит, потому что раньше, как было, Сид играл, и все вокруг него были Рабы его. А сейчас ситуацию перевернули, перевернулись с живота на спину, или со спины на живот, чтобы, возможно, жёстко, я не знаю. А ещё есть Слейв Квин, ещё розовая снизу, 1000 рейтинга, где Слейв Квин, получается, получается Королева Рабов. То есть, Квин Слейв, это, ну, типа, Раб Королева, ну, типа, Королева Раб, да? А Слейв Квин, это именно, что Королева Рабов. То есть, здесь у нас есть Слейв Лорд, Пластелин, и есть ещё и Королева Усида Рабский. Ну, жёстко, я не знаю, ребят, жёстковато. Давайте, чё, по игре, просто скандалы, интриги, я понимаю, да, это одно. Но есть ещё и что по игре, красный, это Слейв Гавер, Собиратель Рабов сверху! Он пришёл за Сидом, вот этот красный! Ммм, два у него штурмовика, Т1, правда, дохильный, да, но это хватает, чтобы, чтобы транспорт задаунить, задаунить транспорт. Взять масс-экстрактор, Сида немножечко попугать, ну, ну, немножечко, немножечко, блин, ещё бы пару выстрелов, есть! Масс-экстрактор, ещё один уничтожается, штурмовик, кстати, ещё и выживается, хотя истребитель, истребитель, чё, он пугается! На стороне Сида также играет Беруем, в прошлом касте я говорил, что Беруем, я понял, Веруем, это русское слово Веруем. У него 1600 рейтинга, наверное, будет главным союзником Сида внизу, потому что я вижу только тут какие-то работорговцы, рабовладельцы розовые, от них, наверное, ожидать, ну, как правило, от работорговцев ничего хорошего ожидать нельзя, дорогие друзья, я не знаю, мне так кажется. Это что, так, Сид посылает Блейз, Т2 танк, Т2 танк стреляет, ну, не суперсильно, но уничтожает потихонечку, так-то он живой, у него 1100 здоровья в целом. Остаётся 400, уже скоро треть будет, но сколько же он потолкал здесь танков, артиллерийских установок и прочего, молодец! То есть Сид атакнул, атакнул по-быстрому вот этим Блейзом, ещё красный есть Блейз, кстати, вражеский, это вражеский Блейз, так-то... Почему они друг друга не атакуют, не знаю, сверху ещё, чё хотел сказать, ребят? А, блин, я думал, Люкер сверху, положите, а Люкера нет, ага! Ну, сверху Стар 0.6, Эссей, 1300 рейтинги, FFF, сверху главная опасность это Бордовый, вот этот вот 1700 для Сида. А также главная опасность у Сида в команде, что у него, как обычно, лалки в команде, да, низкого рейтинга, кроме Веруем, тёмно-серый, правый фланг ещё Больмень, Больмень, наверное, будут держать. А так у Сида проблематика есть в команде с его сокомандниками, плюс ещё то, что он подался в рабство, но зато, может быть, это сменит обычную парадигму его гейминга, то есть он как играет? Остальные сливаются пока что в игре, а он в это время отжирается, строится, делает мега-гига-артиллерийские установки через всю карту и потом выигрывает таким образом. Ну, не всегда, не всегда, но выигрывает, как правило, ну, потому что рейтинг 2500, как правило, а здесь, если он раб, то, может быть, он даже пойдёт первый в атаке какие-то, он даже, смотрите, на центр вышел, и танчик у него Т2, кстати, тот же самый, что ли, ветеранство получил, да. Так, смотрите, регеном чуть-чуть потихонечку отрегенивает, и стоит здесь, правда, командир его должен забрать в лёгкую, но вот это всякое проходящее, например, должно, конечно, купироваться с Си в зелёным танком. Ох ты, не вовремя отошёл, не вовремя, не успел, но, кстати, от второго ЗАПа отошёл, и ЗАП-то нанёс там урон 250, что ли, вы видели, близко к 300. Встан, второй бы ЗАП попал, сейчас вообще был бы полудохлый этот танк, так что, ну, можно сказать, что вовремя тахки СИД вызывает некое звено бомбардировщиков, но куда? А я не знаю, просто полетать, что ли, почему они не бомбят? Они бомбят, они бомбят масс-экстрактор, и сюда не... Э, подожди, это что, это были, что ли? Это было шесть инженеров? Факин шайстес! Инженерам и так-то ничего не платят, у меня знакомый есть, друг есть. Он говорит, что за страна такая? Он как-то наслушался давно ещё, ну, послушал, короче, одно радио, ну, не знаю, как сказать, оппозиционное, нет, ну, в общем, дело не в политике даже, ну, просто там задавался вопрос, он вот его в машине ехал, послушал, и впечатлился, и мне потом говорит, как вот так? Как вот так в России инженеры получают так мало? А он сам инженер, за компьютером. Как вот так получается, аааа? И потом поехал к девочке отдыхать за деньги, то есть вы инженеры всё-таки какие-то возможности по факту имеют? Имеют по факту. Ну, ладно. Ну, в общем, здесь инженеров только лишь бомбят так, что они по факту не имеют ничего. Рабы! Так, здесь, правда, Слейв Квинс с Ганом пошла вперёд. Веру им просит энергии. А, ага, он отобрядил себе Ган. Вот ему, ну, зачем нужна была энергия. Сейчас тоже пойдёт вперёд. Отрядик у него есть там вот на правом фланге. Может быть, вместе с Розовой будут гасить. И мне очень нравится то, что море построено. Ну, вы такие, чё не обращаешь внимания на море-то? Вижу, вижу, вижу. 20 киллсов у крейсера. 20, представляете? Здесь, правда, красный. А, это... Это нейтральный. Я-то думал, чё красный не атакует. Это нейтральный юнит. Тоже обозначается красным цветом. Они стояли здесь с самого начала карты. С начала боя. Их можно разобрать, уничтожить. А так они просто нейтральные стоят. А так, ну, тут мантисы на аврорке. Аврорки стреляют дальше. При должном микро они, конечно, побеждают. Плюс при замесе даже без должного микро просто тупо задние ряды авророк тоже будут стрелять по мантисам. Тогда как у мантисов задние ряды могут не стрелять, не доставать. Поэтому, конечно, ДПС будет выше. Выдаваемая мощность будет выше. Может шибануть. Меня недавно от розетки шибануло. Малый факт обидеть. Вынимал розетку. А там, знаете, китайская зарядка, на которую переходник надет. И у меня переходник застрял в гнезде. Да. И, соответственно, я его там как-то пытался пошевелить, вытащить. Ну, вытащил. Из-за контакта какой-то там схватился. Переходник я, что ли, где? Меня шибануло. Через руку. Ёма. Дорогие зрители, в космосе сняли таки фильм. И первый фильм с актерами сняли наши. Вы, наверное, слышали эту историю, что летали на МКС и там снимали. И, дескать, потеряли флешку с отснятым материалом. Кто-то прикалывался. А похоже, что флешку всё-таки нашли. Называется «Вызов». Первый в мире фильм, снятый в космосе. Это вам не машину в космос на зелёном экране пылять, как в ваших форсажах. Не, ну реально у космонавта на орбите Земли случилась серьёзная травма. Скорую на МКС не вызвать никак. А значит, надо подготовить и отправить врача. Причём за месяц. Как пройти ускоренную подготовку и не умереть? Как сделать сложнейшую операцию в невесомости и не умереть? Как в космос улететь и не умереть? Фильм реально снимали в космосе и потратили на эту пару самолётов одну ракету и одну международную космическую станцию. Считаю, надо смотреть хотя бы из исторического интереса. Фильм стартует уже с 20 апреля. Так что идём смотреть «Вызов» в кинотеатры. Так, на правом фланге у нас... Ага, сюда дропнулся. Веруем. Будет забирать блокпост. Успешно забирать. Стоит в отдалью. Это я чё такое нажал? Я случайно роликом крутанул и чё-то правую кнопку ещё нажал. И как-то так получилось, что он сильно крутанулся. Нифига себе. Может, тут какой-то есть такой макрос? Связанный с правой кнопкой мыши, не знаю, с мега-быстрым зумом. Слева. Однако, помните, я говорил, Слейф Лорд. Дескать, Лалки у Сида в команде. Ему придётся всё-таки побатрачить на них. Ну, такой никнейм он взял себе. Рап. Это Сид, ребят, это не шутка. Это реально Сид. Я у него на стриме чекнул. Это он, Слейф. Я не знаю пока все предыстории, но, если что, напишите в комментариях, кто знает. Нужно обсудить, потому что, ну, скандал всё-таки. Хо! О, Господи. Так вот. Но зато Розовый-то не так и плохо. Он научился у Сида всякому. Он спамит. Он очень хорошо пробивает Сида. У Сида 1300 рейтинга. У Розового 900. 400 разница. Это немало, немало. И при этом Королева ещё тоже очень грамотно построила крейсер. Это уже второй крейсер. Эсминец. Ну, Эсминец, конечно, должен побеждать. Он должен... Оу, мимо, правда. Два... А, ну вот они два. А, нет, это нейтральный. Был просто первый крейсер. Сейчас второй. Вот уже третий. Так, короче, Розовые рабовладельцы. Они неплохо играют. Они неплохо. И здесь вот она сама 20 киллсов. Неплохо. С ганчиком. Что-то тут было со спины. Завод ещё будет уничтожен. Быстро-то как уничтожается. Смотрите, только, а. Спецэффекты есть в этой игре. Искры. Во все сто... Оу. Это я не жал. Это я не жал. У меня мышки месяц. Месяц мышки. Рейзер, блин. Ну, все знают у Рейзера. И двойные клики, и прокрутые не туда, и прочее. Так. Здесь отбиваются. Ну, как отбиваются? С одной большой потерь. Потеряли блокпосты, масс-экстракторы. Потеряли заводы, производящие мощности. Голубому пришлось вмешаться. Но сам синий. Я думал, штурмовиков пошёл. Нет, это транспорт. Ну, фиг его знает. Синий, да, проиграл этот фланг. Откровенно. Но, точнее... Ну, да, синий. Но ему помог, получается, голубой. Если же бежевый помог бы розовому, то они бы проломили вдвоём. Возможно, и двоих бы тут же. Но пока что розовый там действует в одиночку. И даже блокпостик себе делает здесь со щитом. Угу. Это сильное закрепление здесь. Масс-экстрактора тут два. А, три даже. Три вот этот треугольник ресурсного себе забирает. Неплохо. Сверху, однако, бордовый. Главная опасность для синий, что я говорил. Пошёл в море. В море. И есть крейсера. Вот этот треугольник ресурсный, что тоже розовая пыталась забрать. Но уже справа забирает себе. Купирует сие. Обрезает сие усилия. Это антиэйр. Пушка Т3. Она по земле еле-еле там атакует. Еле-еле. Чисто, я не знаю, ну, против разведчиков разве что. Но антиэйр есть. Очень сильный. Вот эта штука сильная. Нельзя летать. Здесь, правда, три крейсера. Три крейсера сразу, нифига себе, атакуют. Слейв-квин тут есть. Можно бы антиэйр попробовать забрать его чарджем. Но опасно, конечно, что там Сид. Чем Сид занят? Сид пошел в воздух. Он все-таки решает взять на себя, для себя такую стандартную, для него удобную, комфортную позицию воздушника. Пробиты стенки. Сольбера не попадают. Очень удобная позиция для атаки, для защиты. Ну, как бы не очень. Березовый просит Т3 инженера сверху. Да. Ситуация развивается жестко. Нижние атакуют. Рабовладельцы дерзкие. И не только на словах, в никнеймах. И Сида нагнули, походу. Хотя, ладно, может, я поспешу сказать. Но, вы знаете, вот этот никнейм. Короля нагнули. Короля играет его свита. И они сейчас играют реально его. Я не знаю, пока не спрашиваю. Я только сегодня увидел. Только сегодня вот увидел. Фа зашел, а что-то никнейм-то у него другой. Почему? Очень хорошая атака на сей блокпост. И тут тоже ресурсная база. Соответственно, командир там вот. Там внизу где-то тусуется. Ох ты, да. Похоже, что будет забрано. Правда, еще Цербер остался. Цербер против Авророк. Но еще как-то. Еще как-то. Попадал бы он еще только. Господи. Ну, хоть попадал бы, но... Правда, ему нужно все-таки продвинуться. А, есть, все. Есть продвижение. Зачищено. Получается, масс-экстрактор здесь один-два. Два немного, но еще также есть фактор высоты. Фактор высоты реально здесь работает. Рельеф работает. Так, так. Сид посылал сюда свою артиллерию. Ты один. И не то, что посылал. Она что, это два масс-экстрактора заберет, что ли? Он уже горит. Он горит. Еще, еще залп. Но нужно еще залп. Этого мало. А, уничтожена была артиллерия. Слейф Газерер. Это который, смотрите, в пику Сиду назвался. В пику. Он, правда, торпедоносный. Торпедный аппарат сделал. У него в груди торпедный аппарат. И он, видите, выпускает торпеды. Тоже 3D. Это 3D. Затекстурированные модельки. Это вам не спрайты. Это не точечки какие-то. Это все круто здесь. И затанывает на осколки разваленный эсминец. Дорого, дорого. И здесь еще... Ой, сколько реклейм остается. Ё-моё. Бордовому это все в плюс. Но Сид, возможно, его покарает. Покарает, дорогие друзья. Тем самым, тем временем, здесь еще и Т-3 танк подходит с лошавохами. И лошавохи. Это даже не Т-2 роботы. Это Т-2,5 роботы. Блин, они очень мощные. Смотрите, их что-то пытаются, вот эти Т-2 танки. Ничего абсолютно. Nothing. Absolutely must. Это на латыни было сказано, ребят. Там со вкраплениями древнегреческого. Чтобы меня понимали international, зрители. Далее. У слейвлорда еще и дальность прокачана. Здесь еще одна попытка атаковать. Церберов здесь все больше. И эти уже будут попадать. Они стоят без рельефа. Здесь плоско все, я думаю. Плоско все. Ага. Вспомнил я Нинку. Но скорее как антипод. Антипод всему рельефу. Там было другое. Соответственно. Хорошая атака. Но если бы они не стояли просто так. Вот они стоят. Да, стреляют далеко. Стреляют далеко. Но сейчас они просто стоят. Не стреляют. А! То есть он подставился. Получил немного контрастного душа. Вот этого душа Алексеева. Или кто там был, да? Кто там у них, знаете? Ты подставляешься и на тебя струйки тонкие. Вот. Он подставился. Отошел. Некоторые, конечно, клетки тут же померли. Да. Ну ладно. Хорошо. Ну как? Это, конечно, плоховато для него. Ну здесь зато хорошо атакнул. Здесь хорошо. Здесь тоже неплохая атака. От. Опачки. Тикалоша. Некий Тикалоша. 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 Не знаю цвет детской вот этой вот. Короче, детских секретов. Ну. Не знаю, ру он или не ру. Ну, в чатике не видел пока от него сообщений. А, щит. Ру. Ру. Или может он просто обсуждает свой цвет. Как я к ним подойду? Там двое комов в воде стоит. Как я к ним подойду-то? Да. Причем один из них с торпедником. Сейфгазер. Вот он. Красный. С торпедником. Бордов уже. Ну, да. Просто отошел. Уэфовский. Подойти сюда не получится. Плюс эсминцы. По морю. Пока что доминирование. Я бы сказал даже уже и даже и доминирование у верхних. Ну, потому что там командир с торпедоносцем. С торпедным, извините, аппаратом. Он очень-очень мощен. Веруем на правом фланге. Если были мощные атаки, я их, естественно, не видел и пропустил. Но какие-то киллсы здесь есть у ребят. Ага. Бирюзовый, однако, с ушавохами Т-3 танками. Наверное, веру ему, нижнему черному, нельзя сюда атаковать. Ой, нельзя ни в коем разе. Здесь. Ага. Обливины. Обливины обстреливают далеко. Очень много обливинов, кстати. То есть он будет сидеть в обороне. Ну, миазма дорого стоит. Артиллерийская установка. Я вот только про нее подумал. Она будет обстреливать далеко. Давайте посмотрим рейндж по-быстрому. И глянем уже, может, на Сиды, что он там делает. Это рейндж, куда нельзя стрелять. А вот рейндж, куда достреливает. Вот эти оборонительные сооружения будут постепенно сбиты. Постепенно. Но времени понадобится многовато. Так, это ставится отметка. Действительно, разведка полетела. Но это не бомберы. Разведка, понятно, должна летать. Сид сидит под водой. Растит себе жабры. Соответственно, и здесь строят Т-3 всякий воздух. Еще генератор построил, чтобы больше сделать Т-3 воздуха. Ну, в общем, пошел в воздух так. Попытка доминирования верхних здесь. Ну, как доминировать? По крайней мере, стоялого уверенная. Попытка эта стоялого уничтожить. Немножечко сбить накал. Интенсивность такого стоялого. Получается сбить интенсивность стоялого. Ребята задвигались. Но, соответственно, щитовые корабли. Щитовой подходит и забирает на себя весь урон. И много-много. А тем временем верхний отвечает сюда и урон наносит. А здесь-то снизу щитовых нет. Щитовых-то нет. А здесь и сверху теперь щитового нет. Но прогоняется, прогоняется. Да, доминирование у верхних таки сохраняется. Вы знаете, как дошло до дела. Как дошло до реальной битвы. Ну, верхние-то побеждают. И тем более, они сюда подошли. Ты их вынудил сюда, так сказать, подойти. Вон у них рейндж какой. Да. Соответственно, два лшавоха минимум подходят под рейндж. Ё-моё. Ну, понятно, ты один тут всякий. Ё-моё. Неужели ещё и помрёт? 25. Упал в салат. Аж почернел. Салат, видимо, был потухший. Справа. Веруем. Да, он готов. Он готов к лшавохам, Т-3 танкам от Бирюзова. Помните, я говорил, что не стоит атаковать. Готов, готов. У него и есть Перси Валя. Т-3 пишет. Веруем. Сиду. Он, наверное, просит у него инженера Т-3. Вот, Сид выделяет одного инженера. А, нет. Это он что-то строит. Но. Веруем. Сам сюда аж подошёл. Вот у него транспорт. Я не знаю, зачем ему просто серафимские инженеры. Не тот и строит, что ли. Фиг его знает. Может быть, охвастся? Так, сверху захваст. Сид, кстати, сюда пришёл. По-рабски. По-рабски пришёл. Ладно. Построю за тебя вот это всё. Щит построю. Чтобы розовому не нужно было ничего думать. Понятно. Понятно. Кстати, дорогие друзья. Если что, касты мне нравятся. Ещё бусты есть. Это реклама. Это реклама бусты встроенная. По ссылке в описании. Там ещё касты. И я сегодня записываю каст. Адский вообще. На большой карте. Гигантский. С кучей ресурсов. Будут играть одни двухтысячники. И выше. Там адское. Я пока смотрел на десинг. Проверял. Есть десинг и лет. Я чуть не обомлел. Я, правда, забыл уже, кто победит. Но чуть не обомлел. Там, короче, поинтенсивнее, чем здесь. Поинтенсивнее. Хотя здесь тоже неплохо. Вообще, по ссылке в описании. Переходите. Смотрите. Больше кастов. Примерно таких же, что и на канале. В принципе. Просто их тупо больше. Тупо больше. И всё. Ну, всё по чесноку, так сказать. Там такие же. Такие же. Так. Манкилорда. Извините. Извините. Слизи. Так. Что будет с Манкилордом делать? Он сейчас вылезет, соответственно, на поверхность. Торпеды у него какие-то есть. Но они дохильные. Он сам на себя получает. Не могу торпед. Тысячу уже здоровья потерял. Сейчас вылезет. Ой. Ой, тяжело будет. Сейчас. На. Подожжён. Наш жён. Ещё один жён. Подарки для жён. Раньше на удавком на главной висел такой баннер. Подарки для жён. Неужели? Неужели Слейф Квинн загасит? Кстати, у Слейф Квинн есть дальность? Можно попробовать оверчардж вкинуть. Но как-то страшно. Но где-то вот здесь, если тусоваться, оверчардж вкинуть. И сразу же скрыться за рельефом. Вот ещё. Оверчардж, да. Оверчардж вкинут. Молодец. Нет. Памиренен. Памирен. Королева рабов. Помирает. Сид такой. Либо от радости, либо от, соответственно, бессилия. И от желания отомстить. И отходит назад. Вот хоть это всё взрывается. Слава богу, это не фуллшер. Это честная игра. Если у тебя помер командир, у тебя всё взрывано, сдохнуто. И твоя команда, соответственно, в большом дизадвантаже. Большой дизадвантаж есть. Здесь верхние совершили такой вот снайпаж. И мне очень нравится то, что он высылает обратно своего паука. Он такой, а зачем? Зачем мне что-то там идти вперёд, отдавать тебе массу? Да я эту массу себе заберу. Урона всё равно много не будет. Так, что он там подавит? Кстати, под водой смотрите, когда идёт. Он не давит вражеские юниты. Не давит их. А, он что-то задавил. Не, задавил. Задавил. Ну, как-то он вяло давит. Или там просто так совпало. Что-то он не давит. Он должен их сильно. Вот сейчас задавил, кстати. На самом деле. Под ноги ему лучше не соваться. Всё-таки тактики такой нет, что я сейчас говорил, что он решает отвезти паука к себе. Нет. Он, видимо, увидел этот блокпост. И решает держать паука просто повыше немного по карте. По севернее. То есть, я, дескать, продолжаю атаку. Но держу его, на всякий случай, по севернее. И хороший блокпост, кстати, для забирания пауком. Тем более, он сейчас ещё ветеранство получит. Может, он ещё и отрегенится. У него 60 регена. Ему лучше отвезти его домой. И он ещё потом его сможет использовать. А колосс такой, и я тебя сейчас сам использую. И начинает. Так отходит. Беги, говорит красный. Беги пауком. Ага. Есть. Есть у него вот эта отметка. Беги. Но, правда, Манкил Лордок ловит колосс. И всё-таки не успевает он убежать. Однако, кто успеет собрать 14,5 тысяч массы. Очень много массы. Ё-моё, колосс ещё не досягает он. До батлкруизера не досягает. Дорогая штука. Не достаёт до неё. И сам, правда, урон получает. Вот ему бы отойти. Но надо бы помочь ещё реклей собрать. Так, ребят. Если что было на карте, вы сами понимаете, что я ничего не видел абсолютно, кроме того, что было на экране. И то и на экране-то не всё вижу. Так, теперь увидел. Увидел. И то-то пошла на правом фланге. Я говорил, что веруем, был готов. Готов. Но насколько персевали, да, персевали очень жирные. Смотрите. Они эту и то-то сейчас исполосуют на части. Как дедушка Ленин, который бритвы полосовал. Просто. Ну, был у него фетиш такой, видимо. Судя по документам. И сейчас эту и то-то загасят. Очень много здоровья поснимали персевали. Вы видите? Да, персевали готовы к атаке и к обороне. Щитовые, мобильные щиты вовремя не подошли. Микро немного не хватило и то-то. Ну, Березовому. Соответственно, атака здесь ещё персевали. Но, блин, нет выстрелов. Нет выстрелов от персевали по и то-то. И то-то всё ещё здоровое. 20 тысяч здоровья. Нормально. Не так, конечно, много, как было. Типа 60 в начале у неё цикла, да. Ну, тоже неплохо. Ладно. Так, пока здесь она двигается. Посмотрим. Синий паук. Ещё один у робота Р-600. Роборт, Роборт. У него никнейм такой. Роборт Р-600. Ну, понятно, понятно. Здесь вот артиллерия какая-то есть. Ерундой занимается. Сид как будто в воздухе господства. Не имеет красных истребителей. Такое ощущение, как будто больше, больше. Здесь и то-то своя появилась. Сейчас эту загасила и идёт в контрнаступление на шаровой. Его аж придавило. Смотрите, там, видимо, G. У нас одна G, да? Ну, перегрузка. Ну, типа G гравитация. А его так сдавило, как будто аж там 20G. Тот самый колосс всё-таки дохнет, не поимев особого успеха. 40 тысяч масса он убил. Это хорошо, конечно. Но сейчас его массу впитают. И это уже плохо, конечно, будет для нижних. А как там с пауком? Смогли впитать? Паука не видно. Инженеров много. Видимо, всё-таки впитали паука. Колосс хотя бы отвлёк. Отвлёк. Но сейчас нужно его впитывать. 22 тысячи. И верхний... А, ну это розовый нижний. Ага, паук здесь сюда ещё подходит. Так, ну и что? Подождите, неужели он будет аврорками отбиваться от паука? Облевианы свою работу делают, кстати. И до сих пор делают 600 урона с каждого выстрела. А здесь 4 облевиана стоят. И ещё 600 урона наносят. Что-то многовато, многовато. Паук неэффективно как-то мимо жжёт. Он как-то почему-то здесь инициирует пол травы. Поджигает эту траву. Зачем? Да знаете, для экологии там какой-то пал травы иногда надо инициировать. Это не пал сикам, что было на видоках написано. А это пал травы, это другое. Здесь ещё паук сверху. Ну тут понятно, сейчас погодят. В нижний начинают проигрываться немножечко. Ох ты! А здесь ещё и... Нифига себе! То есть он просто прилетел, а сит никак не защищает, да? Сит абсолютно никак не помогает. И уйдет, и половина здоровья снята. 67 тысяч изначально. Ах ты, ещё и масс-экстрактор Т-3. Давай заберём. И забирает ведь. А пока мимо пролетает ещё три хранилища. Три хранилища! Но чуть-чуть не хватает, не хватает. Всё, три хранилища. А, масс-экстрактор, конечно, Т-3. Ещё один там Т-3, да? Да! Ух ты! Нифига себе, сколько масса остаётся на их местах. Так, это что? Это артиллерийский залп уже идут. Т-2. Он здесь построил три гюнтера, вот этих вот артиллерийских установки кибранских. Ну, я не знаю. Мне кажется, зря. Они очень дорогие. Всё ради чего? Чтобы избавиться вот от этого? От этой ботвы? По воздушным минам, кстати, может быть, пару залпов даже попал по истребителям, пока они валялись. Продолжается зачистка здесь. Зареклеймить колосса не получилось у розового. Штурмовики Т-3, они жирные. Они мощные. Большой ДПС. Тем более, они в количествах. Смотрите, эту... И Тоту они, возможно, децимитируют. Они децимитируют её вместе с этим пауком. Паук ДПСа тоже дал. И вот у Тота здоровье тратится. Ну, довольно стремительно, да. Но штурмовики пока что прогнаны. Они были прогнаны. Вот этим вот мисс-мобан, мисс-антиэйром. Он хорошо стреляет. А, они заходят с другого боку на эту и Тоту. Но здесь очень много вот этих головастиков. Головастики Эонский, Антиэйр. Нужно бы им сюда немножко подвинуться. Но они ищут более лиских, лёгких, стопроцентных целей. И находят их. Находят ещё Т-3 масс экстрактора. Да, верхние хорошо играют. Молодцы. Вот штурмовик, кстати. Видите, пролетел над головастиками. Всё. Вопросов нет. Уничтожено. Да и Паук здесь ещё заходит во фланг. Заходит прямо в тылы. У него же есть стелсфилд. И, видимо, всё-таки нижний его этот стелсфилд профукали. Здесь ещё и Тота идёт. Но это и Тота нижних. И Тота идёт защищаться от Паука. Но Паук, пока и Тота дойдёт, он тоже идёт. Соответственно, будет здесь всё прожигать. Плюс ещё штурмовики. И штурмовики могут пока, мне кажется, поработать над и Тотой, пока она идёт. Вот ставится отметка, видимо, для штурмовиков. Дескать, ну помоги ты хоть немного-то. Ну хоть немного-то помоги. Но штурмовики не помогают. Уничтожают экономику потихонечку. Наверное, это тоже имеет смысл. Естественно, с жалом пытается войти. И Тоте прям туда. Не получается. Обходит сзади. И Тота поворачивается. Ох ты, по голове. И смотри, по голове прям. Ну здоровье половину снял. Это вроде была свежая и Тота. Кстати, кстати, свежая. Сид вступает в воздушный бой. Здесь отбиться нужно. Но он лишь сливает всех истребителей. Абсолютно всех. Аб красных. Ещё и голубые подлетают. Да. У Сида что и было, так это воздух. Сейчас у него нет даже воздуха. Парень скоро будет задыхаться в панической атаке. Такой. О, господи. Силец посмотреть, какие у него эндгеймы. Ну, антинюка есть. Есть. Может быть, нюка. Хоть что-то. Какой-то эндгейм у Сида пока нет. Он вышел в воздух. Но воздух он слил об чужой воздух. Красный теперь полностью контролирует воздух. Они могут строить Т-3 бомберы. Могут строить там всякие охвасы и прочее. Тяжело. Тяжело. Торпедоносцами бежевый Тикалаша пытался здесь подзбить немножечко вражеского флота. Не получилось. Бордовый. Ух ты. Бордовый правоторпедный себя принимает. А, но торпедный аппарат Т-3 остался. Лишь один. Лишь один. Всего лишь один. По счету. Пока бьет. По счету. Но счетовой корабль, кстати, когда-то должен иссякнуть. Но когда? Вот они два. А, их двое. Нафиг он когда иссякнет, на самом деле. Торпедный аппарат. А, уже уничтожен. Уже. Вот сейчас вот. Ну, понятно. Тяжело. Нижним приходится. То есть Сида, как только его продали в рабство. Он сам или его продюсер. Кто там? Он что-то, мы смотрим, начинает игру-то подсливать. Возможно, его покуп... Пу. Покупатели его. Слейф-люот. Они потребуют манибэк. Посмотрим, конечно, потребуют ли они манибэк. И Тота остается тут-то... Затерпевать от штурмовиков. А чем отбиваться? Чем и Тоту защищать от штурмовиков Т3? У Сида нет ничего. Он может опять ворваться, конечно, сюда истребителями. Но, соответственно, потеряет их всех. Еще и Корсарчик там что-ли был, а? Я что-то не пал. Да, у Голубого еще и Пак Корсаров у СС есть. Отлично. Верхняя, я думаю... Ну, не то, что победят во всей игре. Но сейчас близки к этому. Мы очень к этому близки. Антонюка здесь тоже есть. Может, артиллерию какую-то дальнобойную Сиду построить. Может, ему пойти в классику все-таки. Вот в то, что он умеет. Да. Дальнобойная артиллерия будет здесь построена, как только будет расчищен. Платсджерм. Это на немецком. Для... Платсджерм, значит, как бы, типа, бетонная плита. На немецком. Соответственно... Ух ты, много здесь Т-1 бомберов. Они, конечно, ни о чем. Т-3. Нифига себе, Т-3. Зенитки очень красиво выглядели, когда стреляли. О-о-о-о, как в матрице, в третьей матрице. Да, мы знаем эту сцену великую, когда из одного отверстия налетают. Челяки в них пулеметами стреляют. Ну, больше-то у них ничего не было, понимаете? Ничего не было. Ни мин, ни бомб, ни ракет. Только пулеметы. Ну, это аниме, так как матрица... Это же аниме, по сути, снятое. Вторая, третья часть, снятая с живыми актерами, то понятно, там все для красоты было сделано, а не так вот. Понятно. Ну, здесь, соответственно, бомберы просто тоже сливаются. Верхние, я не знаю, то ли на халяву падки. Видимо, падки на халяву. Потому что и один бомбер, и что справа, что слева. Ничего не добились вообще. Халяву, разве что пытались они ее найти. Одна и то-то здесь черная померла от Веруем. И, кстати, очень хорошо нарежет сейчас три танков. Он возвращает двух еще, разворачивает двух еще и тот. Очень хорошо и снайперов подзабирали. Да, все, что здесь было от Бирзова, все уничтожено. Неплохо. Неплохо и две и то-то возвращаются на эти рубежи. Ну, по крайней мере, надо занять вот это поле, чтобы... Сколько здесь массы? 52 тысячи массы суммарно. 52 тысячи. Опять он падок на халяву. Так, ядерка полетела со стороны Бордового. С верхних. Падок на халяву. Просто дождь от бомбардировщиков. И из бомбардировщиков устраивает. А, нет, он такой. Вот, я нашел тебя, я нашел тебя и то-то. Я нашел. Ладно, что по ядерке. Дорогие зрители, gapforever.com. Можно играть с забаненным на английском сервере. Ну, на фа-форевер. Можно играть без привязки к стиму, в отличие от фа-форевер. Это что ты тут насвинячил вообще? У них в разработке фишка выбора баланса, на котором играть. Что ты тут копал-то, я не пойму. В планах большая оптимизация клиента. Вот клиент. Оптимизируем. В балансировке игры могут поучаствовать сами игроки. Те, кто много играет. Те, кто разбирается в игре. Соответственно, баланс станет еще лучше. Может, даже лучше, чем в Сафе? Новый контент-мейкер по Supreme Commander. Стример Астронуб. А? Минута растянулась. А, ну. Просто прикольно, после кадра, ну да. Астронуб проводит турнир 4 марта по Battle Royale. Призовой фонд 5000 рублей, нифига себе. Ашлёк. На месячный запас дожиков уже сбороны 0 рублей. И это далеко не потолок. Подписывайтесь по ссылке в описании и следите за турниром. Battle Royale. Я-то посмотрю, наверное. И главное не забывать. Также iVerse. Или, возможно, AI-Verse. Или, может быть, iVerse. Забаненный в Сафе игрок 2000 рейтинга. Сколько рейтинга? 2000 рейтинга. На своих стримах научат вас, как играть. Как играть. На развитии канала ему не хватает всего 50 рублей. Параллельно. А, ну если параллельно, то ладно. Гайды. Обучение по игре. А где гайды, блин? Да он все знает, как играть. Смотрите, просто гигантский APM какой. Все контролирует. У голубого так мало. А у него сколько много. По ссылке в описании можно научиться играть в Supreme Commander. У iVerse. Gapforever.com. Рабочая альтернатива Фафу. Неужели ядерка веруема? Ну, у него антинюка была. Есть заряд. Вот он срабатывает. Чпок. И ядерка исчезает. Оставляя лишь дымку. Понятно. Так, этот пак Корсаров мне очень нравится. И тоту. Он, видимо, по итогу давал. Сейчас залп. Будет ли еще один? Пока нет. Дают итоги отступить. Ну, потому что здесь головастики, да? Да. Это как зенитки справа. Только там справа УФовские. А здесь Эонские. Они вот эти стреляют ракетками. А те стреляют из пулеметиков матричных. Снайпер помирает. Ох ты. Сейчас вот сюда шаровая молния. Во-во-во-во. Вот она. Да е-мое. Что-то там. Э, подожди. А что это за звук? Ахваса. На. Е-мое. Они такие. Штаны. Да. Поймали. Без штанов эти и тот. Этих и тот поймали. Ахваса вылетает. Помните про господство в воздухе? Носит вылетает сюда. Смотрите. Если он успеет залпик сделать. Зафокусить. Ахвасу. И потом свалить. То тогда он может попробовать избежать даже боя. Весь Айтир. Вздох. С одного залпа. Он может избежать. Попробовать воздушного боя. Айтир-то сдохнуло. Ахваса. Видите. Слева внизу здоровье. Много потрачено. Много. Целая треть. Да жить больше. Так. Пак Корсаров налетает на вот эту и тот. Сейчас посмотрим какой залп будет. 36 тысяч здоровья. Но здесь седовские истребители отступают. Корсары. И вовремя. Кстати вовремя он себя затормозил. Молодец. Так сказать слегка типа рестрейнта. Рестрейнта. Пока по игре непонятно. Нижние отбиваются как львы там храбрые и прочее. Но я думаю сед уже бомбит. Сед уже горит. А можно ли ему гореть? Раньше бы он ругал наверное этого розового из клана 0IQ. Вот этот клан 0IQ у меня в кастах раньше был тоже. И ругал бы он его наверное. Вот это та самая хваста. Только переданная. Другому цвету. Другому игроку. Чтобы он вместе со своими истребителями суммарно мог управлять. Представляете сюда взрыв упал. Взрыв. А здесь взрыв произошел. Ух ты. Ахваста. За кадром остается. Реклэйм не собрать. Она упала направо. Туда вот антиэйр какой-то видимо подошел. Или что. Я сам не понял. Или это были истребители СИДа. Да кстати. Где они? А больше их нет. Все. Все. Пак Корсаров налетает на базу СИДа. На Антинюку. Будет ли? Есть зам. По щитам. По щитам. Вот все ракеты об щиты. Все ракеты Корсаров об щиты ударяются. Щиты просто плоховато. Видны купола. Но там было видно места касания. Вот видите. Вот они купола. Были видны чуть-чуть места касания Корсаровых бомб. И соответственно Антинюку устояло. Корсаров пак слит. На халяву. Падки верхние. Падки. Ой. А почему? А потому что дай немножечко вкусика. Вкусика немножко дай. И попросит больше. Сделай добра немножко. И попросит больше. Но это ладно. Это такие мысли. Немного грустные. Ну то есть негативные. Ведь это не всегда так. Не всегда с людьми так. Что типа добро сделаешь. И потом тебя начнут еще чмурить. Что дескать мало сделал. Нет. Это конечно так не всегда. Делайте добро дорогие друзья. Делайте. Норм. Вернется не вернется. Да хрен и с ним. Блин. Главное что ты по доброте сделал. А не так чтобы прям вернулась. Ну и то то короче. Сит высылает вперед. Он говорит. Да ладно. Ничего не добился этой. Но главное по доброте ж посла ребят вам эту и то то. Правильно? Это соответственно тоже помрет. Реводжеры сверху стоят пулеметами. Шпигуют просто какими-то энергетическими баллистическими снарядами эту и тотку. И успешно. Успешно. Но может быть отойдет. Вот этой штуке надо отходить уже все. Реально. Нельзя тут не стоять ничего. Верфь уничтожена шаровой молнией. Уничтожена. На контроле. Следим. Проследил. Вот сейчас Сит отходит. Молодец. Вот этой может быть заместит. Как цель для бомбардировок. Чтобы вот эта вот отошла. Заместит вот этой и тотой. Неплохо. Может быть шанс есть. Но правда три артиллерийских снаряда. Четыре. Четыре артиллерийских снаряда в зал перелетят на Сита. Блин. Его уже пробивают. А его установка не делает. Абсолютно. Так вот смотрите зал. Вот смотрите зал. Все. Все. Нет не все. Еще пиджак. Вот и бритва. Ого. Хорошо. Еще больше Т1 бомберов. На халяву падки синий. Пытается там что-то. А где? Так. Ну эта Сита сюда подходит. Заводы позабирает. Но Т1 бомберы. Уничтожит это и тот и постепенно. А нечем сбивать Т1 бомберы? Ну как нечем? Все есть. Все есть. Много чем можно позабивать. Справа уверуем пока что защитно. Поза оборонительная. Надо пока собрать вот этот реклейм. Да. Он стоит. Он собирает. Вот. Ну да. Вот у него инженеры тут действуют. Он вообще чем занят? Это масса. Масса есть у него куда впитывать. Им нужны нижние какой-то проект. Нужен покруче. Потому что вот артиллерии. Места нет как-то у Сида. Хотя вроде место вот здесь есть. Я не знаю чем он занят. Здесь вот взрывы есть. Пробивают потихонечку. Вот. Все. Есть открытие по счету. Если сюда сейчас попадет артиллерийский выстрел. То блин. Один из. Ну не то что косарей. Но с сильных позиций Сида будет уничтожен. И уничтожен. И гритта падает. Блин. Прям в кинема ракурсе. В небольшой изометрии. Хотя ладно. В большой. Большой изометрии. Так. Ребят. Я не знаю Сида. Базу еще и выносят. Неужели ему еще и реклейм вынесут? Один из стыч пока еще лежит. Еще два воздушных. Заури клейм выносят от этой артиллерийской установки. Ему теперь ее быстро не восстановить. Если Сид горел раньше. А он горел. Он горел. То сейчас он должен гореть еще сильнее. Хотя вот здесь атака и тот. И он проходит сносквозь заводы. Заводов. Эти Т-1 бомберы ничего не сделали. Там потому что антиэрта была. А! Сид выходит из игры. Он сгорел. Он просто выходит. Он просто выходит как лалка. Он кидает своих. Зарабощен. Порабощен. Пишет Слейфгазер. Сверху. Помните красный. Собиратель рабов. Он пишет. Порабощен. Вдогонку Сиду, который вышел из игры. Сгорев. Ну да. Сид реально был порабощен. Ребят. Что в начале мы видим по нику. Что в общем-то и своими оппонентами тоже порабощен. Ладно. Это полный слив. И по никнеймам. По никнеймам это полный слив. То есть ладно по игре. Понятно. Но и по морали. Это слив. Будем конечно следить как Сид восстановится с такого вообще. И восстановится ли. У него кстати был период в прошлом году что ли. В 22 что ли. Или в 21 я уже так не помню. Период когда он несколько месяцев не играл в Супком. И причем он сгорел. Он реально сгорел. Это не шутка. Это без натяжечки. Я у него спрашивал что такое. Да я говорит сгорел. Я не могу уже. Но он вернулся потом. Но месяца 4 или даже 5 он не играл в Суприм Коммандер. Потому что сгорел. После такого порабощения. Ух ты. Взорвано. Взрывано. И накрыто пылью. Не потушен пожар никак. В общем как Сид будет тушить этот пожар. Я не знаю. Чаек пить. Ууу. Прям по веру им попал. Атиллерийский снаряд. По моему даже прямое попадание. Даже коллизия была. Об модельку. Даже как будто. Ну еще там немножечко сплэша. Ууу. Сейчас было не прямое попадание. Но коллизия. Но сплэшем хорошо дал. Коллизии не было. Но понятно что. Сейчас вот это все взорвется. Веру им кстати защищался от наземной атаки. Тут 2 и тот. Он бы защитился кстати своими двумя. Но. Оу. Дернулась камера. Но они взрываны. Взорваны. Потому что он взорвался. И соответственно даже артиллерийская установка. Которая уже была почти готова. Уничтожена. С Сидом если бы они это терпели. Может быть тогда не верхние бы снайпанули. Что-то нижнее. А нижние бы снайпанули. Кого-нибудь из них. Ну хотя бы одного. Хотя они под водой кстати. Ну грит там или что. Ну. Могло бы быть по разному. Но нижние оказались. По факту значительно медленнее. Неэффективнее. Сид воздух. Профукал. Это было видно. Еще охваса. Все взрывано. Совсем уже это оверкил. Просто оверкил. Но они такие. Да. Так и должно. Розовый в итоге неплохо сыграл. 900 рейтинга. Клан 0 IQ. Да неплохо сыграл. Последний кстати и остался. Еще и Жук прилетел. О. Сплэшем. 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 Помирает. Блин. Ну что дорогие друзья. Если хотите больше кастов. Ссылка на бусте в описании. Там больше кастов. Спасибо вам большое за внимание. Желаю вам здоровья, добра, любви и процветания. До свидания. Дай деньги же средств.